Приветствую всех заглянувших! Итак, это третья часть моих книжных покупок, которые были совершены в марте месяце. Здесь 48 позиций, и сейчас, по традиции, я расскажу и покажу каждую, устрою такой обзор. Ну что, конечно же, поехали! И первыми кандидатами на обзор это две книги из серии «Жизнь замечательных людей». Книга Валерия Дёмина, Альвель Гумилёве, сыне знаменитого поэта Николая Гумилёва. Прекрасная книга, как всегда, в серии «Жизел» с иллюстрациями, с интересным текстом. И книга Александра Бондаренко «Милорадович». Знаменитый военачальник, полководец, который застал Отечественную войну 1812 года, Аустерлийское сражение. Его тоже очень интересно читать. Здесь тоже традиционные для серии «Жизел» вклейки и, конечно же, текст. Далее у нас еще две книги, не менее интересные. Тоже книга авторства Валерия Дёмина, рассказывает об Акунине, Один из самых известных, да, анархистов. И книга Валерия Шубинского «Гапон». Малоизвестная, мне кажется, личность, а именно человек, который принимал непосредственное участие в восстании 1905 года. Мне показалось. Я думала, брать или нет, скажу вам честно, но потом поняла, что надо брать. Что это мне будет интересно, и я буду потом жалеть, что не взяла. Джордж Франкл, американский философ из серии «Философии». Его книга «Цивилизация. Утопия и трагедия». Думаю, здесь все понятно по названию. Этакие отсылки к Шпенглеру, да, с его закатом Европы. Здесь, по-моему, очень много на примере Америки будет разбора, поэтому, поэтому, поэтому. Еще последняя книга из серии «Жизел», которую я приобрела в марте месяце. Это книга Владимира Лесина «Атаман Платов». Тоже интересная историческая личность, который прошел и Очаков, да, и тоже участвовал в Отечественной войне 1812 года. «Дошел до Парижа». И книга Джорджа Франкла. Это американский философ из серии «Философия. Цивилизация. Утопия и трагедия». Здесь понятно все из названия. Книги будет такая отсылка, да, к Шпенглеру, с его закатом Европы. И здесь, по-моему, очень много будет разборов на примере Америки, американской истории. Тоже очень интересно. Дальше идет «Непередаваемая красота», которую я очень хотела, откладывала, потом стала говорить любимому. У него, как всегда, ответ на все, что я хочу. «Купи, успокойся». Ну ладно, это такая лирика. В общем, это Ярослав Кашек, да, знаменитый чешский писатель с его не менее знаменитой книгой «Похождение бравого солдата Швейка». И здесь цветные картинки Йосифа Лады. Насколько я знаю, издавалась в 60-е годы эта книга с черно-белыми иллюстрациями вот этого художника. А здесь цветные. Ну и, конечно же, это двухтомник от Вита Новы, который был издан в 2020 году. А так как сами знаете, что в 2020 году было, и мы были не в России, застряли не в России, поэтому я пропустила издание этого чудеснейшего двухтомника, иначе бы я купила его по низкой цене сейчас, так как уже тираж практически распродан. Цену на него повысили, и мало того, что повысили, он еще и неуловимый. То есть я, допустим, несколько раз вот только собиралась заказать, только-только раз, опять нету. Ну, я в Вайлберизе пыталась заказать. И, наконец-то, когда он опять появился, я уже не стала откладывать, я просто сразу же нажала кнопочку заказать, и, ну, точнее, оформить заказ. И с трепетом стала ждать свой экземпляр. Тираж здесь всего 700 экземпляров, и я прям очень-очень жду возможность прочитать это произведение, познакомиться с ним. Как видите, вот такие вот очень интересные иллюстрации. Подстать книге, потому что книга с юмором, и еще из той серии, это издательство Витанова. То есть такие книги, их действительно будешь передавать из поколения в поколение. Плюс одна из фишек издательства Витанова в том, что из серии вот Парадный зал, Будуар, извините, Будуар, волшебные, волшебные залы, по-моему. То есть вот такие вот книги, которые выходят в кожаных переплетах, они издают один раз и больше тираж не повторяют. То есть со временем это становится довольно-таки библиографической редкостью. И дорожает. Вот, допустим, в 2015 году я купила сказки и предания Северного края. Могу ошибаться с названием. Извиняюсь. А, просто сказки Северного края с иллюстрациями. Вот здесь могу неправильно сказать фамилию художника. Заберохина, по-моему. Сейчас тираж везде раскоплен. Вот я недавно на Авитор ради интереса смотрела. Предлагают. У меня вот обычный экземпляр, не нумерованный, не подписанный от 20 тысяч. То есть купила за 5, а сейчас он стоит 20. Я не раз говорила, что, в принципе, вложение в правильные книги это инвестиция. И неплохая. даже ни один банк такие проценты не даст. Так, ну вот. Вот такая вот красота. Еще покажу корешки. Еще раз. И перехожу к следующему изданию. А это у нас трехтомник от Негма. Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба. Я долго думала, нужно ли мне это издание, пока оно стоило 10 тысяч. Когда оно стало стоить 6 тысяч, я заказала его сразу же. Помимо самого двухтомника, здесь еще имеется комментарий известного философа Густава Шпета. Благодаря этому комментарию, благодаря этому тому можно погрузиться в саму книгу и понять исторический, культурный контекст создания романа. Очень интересное издание и интересная мысль, да, чтобы издать не просто двухтомник, да, с очередными иллюстрациями, а иллюстрации здесь Милошевского, а издать еще вот с таким вот интересным комментарием и кого одного из известных философов. Все три книги полностью в матерчатом переплете и это издание, оно печатается, по-моему, по изданию издательства Академия, двухтомник издательства Академия у меня есть, но там не иллюстрации Милошевского, там иллюстрации, по-моему, какого-то или французского художника. Вот надо посмотреть, я что-то не подготовилась, надо было его достать. Но у меня такой, знаете, у меня такой поживший жизнь, он у меня от дедушки мне достался, этот двухтомник издательства Академия. Я вот думала, надо мне, не надо, но так как здесь другой художник, я решила взять. И вот наличие вот этого комментария к запискам, оно тоже сыграло свою роль. Такие вот чудесные, просто восхитительные иллюстрации. Сами понимаете, мне кажется, невозможно его не купить. Единственная моя боль, уже так расскажу по ходу пьесы. Я заказывала этот трехтомник на Вайлдберезе, а Вайлдберез ужасно упаковывает книги, точнее, не Вайлдберез, а некоторые издательства. Вот этот трехтомник за 6 тысяч, ну скажите, это немаленькая сумма для книг, он пришел просто в такой вот тонкой прозрачной пленке и все. и из-за этого, вот кстати, у меня вот видите, вот тут первый том, вот здесь вот небольшой такой залом на торце. Очень неприятно, если ты, допустим, какой-то человек, у которого просто бзик на идеальном состоянии книг, я лично такого знаю, вот с таким вот заломом бы он не взял книгу, и просто бы поехала обратно. Не понимаю, почему не упаковывать книги в картон, вот допустим, я на том же Вайлберезе заказывала книги у издательства Юрайт, они приезжают в картонных коробках, заказывала книги у Витановы, у Витановы вообще приходит в издательской пленке, в поролон и еще сверху картонная коробка. Так, извините, у них книги стоят не две копейки. Да даже если две копейки, все равно хочется получать не битые экземпляры. У того же издательства Сезекео у них тоже приходят упакованы хотя бы в воздушно-попорчатую пленку, то есть не просто. Это, конечно, вряд ли предохранит их толстые тома тоже от повреждений, но это лучше, чем ничего. И что еще? Еще у Центрполиграфа я заказывала книги, там тоже приходили в картонных коробках. А, и у издательства Слово тоже приходят в воздушно-попорчатой пленке. Про другие издательства ничего говорить не буду, потому что вроде из того, что я заказывала, больше ничего в такой хорошей упаковке не приезжало. Только какие-то частники. Но это к следующим книжкам я перейду. Итак, вот такой чудесный трехтомник у меня появился и будет жить, радовать меня когда-нибудь. Я обязательно его перечитаю, эти посмертные записки и прочитаю комментарий Густава Шпета. Одна из моих любимых книг, это книга Кенетта Грэма «Ветер вывах». И я мало того, что я собираю это издание с различными художниками, у меня уже накопилось приличное количество, так еще и комиксы всякие собираю. То есть я вот к чему начала эту предысторию, к тому, что перед вами лежит книга «Ветер вывах», но это комикс и написана основана на сказочной повести Кенетта Грэма. Тоже эта книга здесь вот на форзицах содержатся отзывы экспертов, а именно детей лет 13-12-14. Интересная такая задумка, если честно. Само издание издательства Ман Иванов Фербер «Миф» сокращенно вот здесь выходных данных основано на сказочной повести Кенетта Грэма в пересказе Рассела Пантера и иллюстрации Ксавьера Боне. Сейчас я покажу иллюстрации. Комикс я еще не читала. Вот как-нибудь потеплеет, пойду читать комикс. Взрослый ребеночек с детскими комиксами. Ну, по внешней видно, а вдруг у меня с головой не все в порядке. Да шучу я. просто какая разница кто что читает. Если ты взрослый, это не значит, что нужно читать только скучные книги. Ну, или взрослые книги. Я всегда любила и люблю детскую литературу. Она меня привлекает, имеет ли меня какой-то свой такой особый трепет не только из-за иллюстрации, но и из-за того, что она детская. Вот. Такая чудесная книга. Если кто-то тоже поклонник, как и я, произведения «Ветер в Ивах», то я бы рекомендовала брать. Сейчас я покажу огромнейшую книжку по своим размерам. Это книга Элен Дельфорж с иллюстрациями моего любимого Квентина Гребана «Мама». Я увидела ее еще в 2019 году, по-моему, но тогда она стоила тысячи с лишним. Я подумала, ну зачем она мне? И решила не брать. Это издательство «Поляндрия». И прошло вот несколько лет, я увидела ее опять. Увидела за 600 рублей и поняла, что надо брать. Потому что здесь вообще, смотрите, я обалдела. Дополнительный тираж 3000 5000 5 5 9 3000 5 5 5 8 Это, наверное, уже получается 9 тираж. Книжка побила все рекорды. А книга действительно безумно трогательная, безумно красивая, очень комфортная, очень лиричная. красота и вот эта философская глубина, эта сочетаемость, да, это, конечно же, не может не завораживать. Причем эту книгу можно пересматривать, перечитывать до бесконечности. Я вот уже прочитала, она читается быстро, как вы можете понять, здесь не очень много текста. Читается быстро, и хочется перечитывать, пересматривать, рассматривать подробно в деталях все. Если вдруг у кого-то еще до сих пор нет этой красоты, советую периодически мониторить Wildberries. Я вот тоже случайно купила далеко не у книжного продавца. И вот, кстати, мне вот эта книга пришла очень хорошо упакованной. Это не от издательства получается покупала, а от какого-то частника, можно так сказать. Потому что я потом зашла в магазин продавца, он торговал там всякими цветками комнатными, торжками точнее, и всем-всем-всем, и вот неожиданно были еще эти книги. Но разобрали их быстро. Вот так вот. Теперь я, наверное, пойду быстренько, потому что пойдут вот эти книжки энциклопедического формата, и там еще осталось, и я прям что-то так подробно все рассказываю. не очень хочется, чтобы видео получилось на час. Итак, книга Роберта Льюиса Стивенсона «Алмаз Раджи» с иллюстрациями Анны Хопты. Очень красивая книга, бесконечно чудесные иллюстрации. Эта книга от издательства Нигма. Ну, Стивенсон, он в представлении не нуждается. Это все из серии я приобрела книги в марте по распродаже. Была распродажа, финальная распродажа называлась. Там просто были действительно очень большие скидки. И я прям гребла и гребла, поэтому в марте у меня очень много книг получилось. Так, книга Жюль Верна «Завещание чудака». Тоже от издательства Нигма из серии «Страна приключений» и иллюстрации здесь Олега Пахомова. Очень красивые иллюстрации мне понравились. Я вообще давно уже хотела подкупать иллюстрированного Жюль Верна. Говорю, сразу не читала, но когда-нибудь доберусь. Потому что Жюль Верна это такой автор, который и взрослым, и детям подходит. Автор без возраста. Вот такое выражение будет правильно. Бумага здесь мелованная. Все книги этой серии довольно-таки тяжелые. И у всех есть лисе. Еще один Жюль Верн «Удивительные приключения дядюшки Антифера». Здесь иллюстрации Дмитрия Полякова. Тоже мелованная бумага. Очень красивые прорисованные до мелких деталей иллюстрации. И вот здесь Жюль Верн. Две произведения в одной книге «С земли на луну прямым путем за 97 часов 20 минут и «Вокруг луны». Здесь иллюстрация Олега Пахомова и книга 2016 года. Я как и с гиперболоидом инженера Гарина удивилась, что еще она в продаже. Оказывается, здесь тираж внушительный. 5000 экземпляров, поэтому ее еще можно купить. Тоже хорошо прорисованные книги. Прекрасные иллюстрации. Ну и конечно же Жюль Верн. Вот такая цветотерапия. Оставим Жюль Верн в покое. Александр Дюма выходит на сцену. Учитель фиктования. 2019 год. Петр Любаев иллюстрировал это замечательное произведение. Тоже не менее фантастические иллюстрации. Если вдруг кто-то сомневается, что надо брать, брать надо. Только отслеживайте скидки, потому что вот эти книги некоторые даже меньше тысячи стоили. Некоторые чуть-чуть тысячи с хвостиком. Считаю, за такие книги это вообще копейки. Тем более в наше время что такое тысяча рублей. Даже нормально наверное в супермаркете ничего не купишь. так. «Тефиль Готье» капитан проказ. Книга, которая в советское время издавалась множество-множество раз. так. Иллюстрации Анны Хопта. Она иллюстрировала Стивенсона Алмаз Раджи. Тоже очень талантливая художница. Очень красивые иллюстрации. Люди такие живые получаются на этих иллюстрациях. И создается такое ощущение, что сейчас если дотронешься до иллюстрации, то перенесешься в картинку. Перенесешься туда. Вот. Капелеса у меня тут крупенькая. В общем, вот такая вот красота. И Жульверна я все-таки в покое не оставлю. Опять Жульверн знаменитейшее его произведение «Дети капитана Гранта» и иллюстрации Анатолия Иткина. Боже, какая красивая для маринистов. Просто потрясающе. Иткин он, конечно, замечательный. У меня есть его иллюстрациями Айвенго. Это просто нечто. Так за душу берут. Ну, давай еще какая-нибудь покажись. Красота. Как там, Иван Васильевич меняет профессию? Лепута. Лепута. Так, вот. Это были все мои толстенькие энциклопедического формата книги. Сейчас перейдем к стопочке поменьше. И вторая стопочка. Вот я вам честно скажу, я не ожидала, что получится так много. Но вот эти две стопки, не считая вот этих двух, они были приобретены просто в последние два дня. Я пошла в бакетические магазины и набрала. Казалось, меня там ждали. Ждали эти книжки, чтобы быть приобретенными. Ну, сейчас я расскажу про каждую и покажу. Начнем с того, что я еще приобрела книги из серии библиотека классики. Это книга Франсуа Мариака «Клубок змей» Тереза Дескейру. Я уже говорила, по-моему, в первой части или во второй, что я уже приобрела одну книгу этого автора из серии «Книга на все времена». А тут я увидела в лабиринте, что вышла вот эта книга мне показали с интересными аннотацией и я решила брать. Тем более, что мне эта серия стала очень нравиться. И, кстати, неожиданно здесь не прям газетная бумага, здесь белая бумага. Книга Джона Стейнбека «К востоку от Эдема». Это американский писатель, который тоже в представлении не нуждается, а его книга это такая сага, пронизанная мифологией, пронизанная отсылкой к Библии, к библейским вечным традициям, вечным ценностям, можем так сказать. И, конечно же, я не удержалась, чтобы ее не купить, потому что в лабиринте тоже были скидки, и они были довольно-таки разорительные. Точнее, они настолько были соблазнительные, что невозможно было не приобретать книги. Далее у нас идет Поль Фор, это его книга «Повседневная жизнь армии Александра Македонского». Да, я люблю книги из этой серии, у меня их уже, наверное, штук 10, может, больше. Здесь тоже имеются цветные вклейки, ну и, конечно же, не менее интересный текст. Дальше у нас идет норвежская писательница Сигри Тунсет, Фру Марта Оули, и здесь, по-моему, еще один. Да, и весна. Ее романы. Она в свое время получила Нобелевскую премию за книгу Кристин «Дочь Лавранса», по-моему, так и называется. И вот я ее все никак не приобрету, а тут вот вот это увидела и поняла, что надо брать. Еще у нас книга Георга Фальшифтера «Теодорих Великий», издательство «Евразия», тоже, кстати, люблю это издательство, я, по-моему, не раз ему в любви признавалась. Здесь это тоже историческая книга, историческая книга, как-то я коряво это сказала, в общем, излагается жизнь «Теодориха». Теодорих был интересной исторической персоной, он жил во времена Боэция, Северина Боэция, тоже, да, такой интересный философ, который написал «Утешение философии», и когда-то, да, даже и сейчас, это одна из моих любимых книг, когда я с ней познакомилась, и он в течение четырех десятилетий сохранял мир, сохранял те ценности, как мог, в Италии, которая, да, была раздираема различного рода военными конфликтами, и вообще, можно сказать, что он, как, боже, итальянский великий, великолепный, Лоренцо великолепный, Лоренцо Медичи, тоже был очень интересным и человеком принимал решение, и можно, я бы даже сказала, что родился не в свое время. Дальше у нас мифы Финикии и Угарита, тут все понятно по названию, да, интересные, финикийцы вообще интересный народ, которые, да, основали Карфаген, оставили после себя, а, на основе их алфавита сейчас все европейские алфавиты, линейный, по-моему, алфавит, да, оставили после себя они, в общем, интересное наследство, интересное наследие, поэтому, вот, с их мифами я и хочу познакомиться. Мемуары, книга Шампулева, записки старого помещика, воспоминания, тоже такая интересная книга, ну и книга нового литературного обозрения, вообще у меня как-то в этом месяце получилось аж 5 книг этого издательства, книга Виктора Пивоварова, влюбленный агент, его такие воспоминания, зарисовки, Виктор Пивоваров, он один из знаменитейших иллюстраторов, вот, первое, что приходит на ум, это про паучка Токмаковой, такая прекрасная книга, Леонид Цыпкин, Лето в Бадене и другие сочинения, он, по-моему, был эмигрант, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, ну, в общем, здесь, да, он был эмигрант, и о нем интересно отзывала Сюзан Зонтак, а Сюзан Зонтак одна из тоже великолепнейших философов этого времени, точнее, 20 века, то есть, меня вот подкупил больше всего ее, можно сказать, отзыв. Жозе Сарамага, поднявшись из земли, взяла из-за того, что это Жозе Сарамага, из-за нотации вообще ничего не понятно, только, а, еще отзыв Джона Фаулза подкупил, и Гриша Брускин, прошедшее время несовершенного вида, Гриша Брускин, это художник-эмигрант, и здесь тоже его такие вот зарисовки, воспоминания, как это было, такие небольшие, видите, как, ну, зарисовочки, очень интересно, Джулиан Барнс История мира в 10, 1, 2 главах, первый британский, первое британское произведение постмодернизма, или главное британское произведение постмодернизма, в общем, я открыла книгу и начала читать, и мне понравилось, послушайте, бегемотов посадили в трех вместе с носорогами, гиппопотамами и слонами, это была хорошая идея, использовать их в качестве балласта, но можете себе представить, какая там стояла вонь, а убирать за ними было некому, мужчины едва успевали кормить, а их надушенные женщины, от которых разило бы не меньше, чем от нас, не будь этих шлейфов искусственных ароматов, да подобные грязные работы не снисходили, поэтому, если кому и случалось убирать, так только нам самим, то есть, уже вот такой вот какой-то пошел сюр, да, что-то такое интересное, странное, я поняла, что надо читать, несмотря на то, что вот, допустим, человек, который со мной был, она сказала, что ей Джулиан Барнс не понравился, что он интеллектуал, но у него какие-то пустые книги ее понимания, ну вот, проверим, насколько я оказалась не права, потому что вот по этому маленькому абзацу прочитанному я поняла, что мне может быть это интересно. Книга Мануэля Пуика «Предательство Риты Хейвард». Мануэль Пуик, он аргентинский писатель, по-моему, скрывал свою нетрадиционную ориентацию, и его книги, они пронизаны, его творчество, оно пронизано вот этой вот проблематикой, подниманием этой проблемы. Так, вот одна из самых таких радостных книжек для меня в приобретении, в том плане, что это Борис Ширгин «Праведное солнце», дневники разных лет, 1939-1968 года. Я покупала неугасимую лампаду, еще не читала, но я уверена, что это будет настолько интересно, потому что я открывала дневники и просто на любой странице начинаешь читать и настолько погружаешься в мир автора, несмотря на то, что здесь много религии. Вот, допустим, 5 мая, суббота. Как меня вчера печаль прижала? Охол-дарехол бредучей улицей. Лезешь между домами. Этажи, этажи над головой. Этажи нельзя садят огоньками. В прудах этажи прокинулись, будто и конца им нет. Публика шаркает по асфальту, толкутся у кино. Вяжет радио с крыш, со столбов, из квартир. Никому, ни до кого, и ничему, ни до чего, ни дела нет. Мышь я суетливая, беготня, беспысленный спех. Всяк-всякому чушь чуженин. Мельзящий городской муравейник пусть и давит на скорбенное сердце человеческое. И поглядел я на дома и увидел небо. Между облак тихо светит звезда. Там вечнющее, вечнующее спокойствие, там тихость, вечно пребывающая. Невнятна мысль начнет беседу с миром небесным, снизглаганную, но многоречивую тихостью неба. Скажете, ты опять со своей мистикой? Никак. Тишина, красноречивая безмолвие неба, благодатность весны, всемогущая сила Матери-Земли. Как молитву чуть опомнился, скорби-то припеваю я уму своему, чтоб из низости душою мог подняться человек. С древней Матерью-Землею он ступил в союз навек. У груди благой природы все, что дышит, радость пьет. Вы понимаете, насколько это берет за душу и пронизывает меня вот меня вот сильно это взяло за душу. Ну и книга Курта Вонегута «Балаган». У меня такой нет, а сам Курт Вонегут он в представлении не нуждается. Еще одна из радостей это книга Вальтера Бенемина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Избранный эссе «Бенемин ван лав» на всю жизнь, поэтому я беру все, что мне попадается из его произведений. И вот такая вот не очень приметная книжечка «Лондон, 1700 год». Здесь рассказывается про Лондон 18 века. Сейчас я зачитаю содержание. Мне показалось, пусть будет, тем более, что всего 70 рублей стоит. Хотя она такая, знаете, газетная бумага, то есть издание так себе, но интересно. Итак, вот главы. «Брак, рождение детей, детство, болезни, смерть, дом, мода, еда и напитки, кофейни, клубы, пивные таверны, забавы и развлечения, рабочий район Сити, бедняки, гугеноты и другие чужестранцы, религия суеверия, проституция и порог, преступление и наказание». Так, и остались маленькие такие книжечки из серии «Иллюминатор». Я купила их прям много. У меня уже тоже, кстати, такое приличное количество. Надо будет, наверное, как-нибудь сделать обзор на эту серию. Она мне очень нравится, хотя многие книги здесь это перепечатка из других каких-либо изданий. Ну вот, сейчас я озвучу, что я взяла. Книга Питера Акройта «Дом доктора Ди». Они все такие маленькие. Здесь белая бумага. Они очень интересные. Я в этой серии никогда еще не разочаровывалась. Кормак Маккарти «Кони Кони». Это американский автор. Энтони Бёрджес «Железо. Ржавое железо». От автора заводного пертесина. «Алессандро Борико». «Такая история». Итальянский автор. «Уильям Кеннеди». «Железный бурьян». Я брала... Я читала аннотации. Мне здесь все аннотации понравились. Поэтому, если кому-то что-то интересно, гуглите, ищите. Аннотацию можно прям легко найти в сети. Я просто боюсь, что это видео выйдет очень большим, продолжительным. Мне не очень хочется. Дальше у нас Марик Хласка. «Красивые 20-летние». Здесь про Польшу 60-х годов или 50-х. «Послевоенную Польшу». Такой собирательный отзыв. Как жили люди. Мне это будет... Мне это очень интересно. Ричард Хьюз. «В опасности». «Абель Поссе». «Долгие сумерки путника». Испанский автор. «Патрик Мадиана». «Маленькое чудо». Итальянский автор. И мне кажется, я у него что-то уже читала. Ну, либо слышала. «Опять Питер Акроид». «Повести Платония». И вот сам... У меня села батарея. Просто вот на последнем издыхании записываю. И последняя. Одна из ценнейших книжек. Это книга того же Мануэля Пуига. «Поцелуй женщины-паука». Здесь поток сознания. Но очень интересный поток сознания. И опять Мануэль Пуиг затрагивает вот эту проблематику однополой любви. И то, как, да, в 20 веке тяжело было говорить, что ты не любишь женщин, а любишь мужчин. В общем, вот. Это все мои покупки. Это уже все. Третья часть окончательная. Все мои покупки, которые были сделаны в марте месяце. Получилось их очень много. Действительно. Монументальные. Эпохальные. Пахальные покупища. Получается, у меня примерно 108 книг вышло. Ужас какой-то. Ну, ничего страшного. Я решила жить вечно. Поэтому я успею все прочитать. И перечитать. И потом еще по кругу. А когда захочу умереть, просто умру. Все. Это все, что я хотела сказать в формате этого видео. Желаю всем всего хорошего. Здоровья. Побольше чудесных, прекрасных книг. Конечно же, до новых встреч.